Здравствуйте! Чем помочь? Ты больше на блокатор похож. Извините, что это все, что было. А ты где это вообще нашел? Ну, я покупал когда-то. Здравствуйте, товарищи! Все мы на дорогах общего пользования видим черные кортежи. Кто в них ездит? Политики, чиновники, депутаты, представители правительства. Неважно, кто это едет. Самое главное, сколько, как и по... Сколько, по вашему мнению, стоит такой кортеж? Я думаю, дорого. Но мы попробуем это сделать... Дешево. Дешево. Вы знаете, мы часто любим экспериментировать. И тут у нас появилась идея. А что если... Что если взять и собрать самый дешевый, но самый понтовый кортеж? Возможно ли это? Сразу скажу, у меня денег нет. Но предупреждаю. У меня есть много необычных способностей, которые я приобрел за свою долгую карьеру. Я долго искал, и я нашел его. Эта машина в мой бюджет. Это оригинальный Mercedes Pullman. Да, и он длинный. Обилие видео в интернете по данной модели говорит о том, что интерес к ней только растет. 6,5-метровый автомобиль, который обладает самым роскошным V12 6 литров. Автомобиль мечты многих президентов, олигархов и банкиров. Это оригинальный Pullman за миллион рублей. Представляете? Я вообще не понимаю, как такое получилось найти, но это... Это есть. Ну, конечно же, есть нюансы. Вот такой вот у нас нюанс. Вот такой нюанс. Ну, и еще самый последний нюанс. Это не 222-й Pullman, это 221-й, переобутый в 222-й. Но его не допереобували. А, нет, все-таки ошибочка была. Короче, все есть, кроме решетки и бампера. Но в целом, в офигу, самое главное, что это оригинальный Pullman за миллион рублей. Это самый дешевый вход в депутатскую жизнь. Я вам точно говорю. Никто дешевле этого не делал. Ты вообще кто? Что такое Pullman? А знаете ли, не знали? А это? Ревелированный в 1963, Type 600, это был создан для престижа и создан для производства как новый топ-модел с множественными технологическими инновациями. as a conveyance for high-ranking monarchs and heads of steam. Elvis owned one. So did Coco Chanel and Elizabeth Taylor. Самый роскошный и дорогой Mercedes в истории марки. Многие автоколлекционеры гоняются за этим довольно-таки редким автомобилем, который можно приобрести только на аукционах. Сегодня в Генееве мотор-шоу Mercedes debuted its Maybach S600 Pullman, a stretch sedan that will cost $1 миллион in its armoured core. Расскажи вообще предысторию, что его там пилили, не пилили. Я так понимаю, что здесь вот есть шов, но это чисто крылья. Да, да, да. С верхней части пилы. Это пластиковая, заказывали в свое время там парень делает лимузинщик. Это 221-й. Ты его купил где-то, где-то купил на аукционе на каком-то, да? Ну да, тут того. И собрать 222-ю решили. И в итоге вот как есть, так есть. Ну что, смотри, уже фонари стоят. Они работают. Он выглядит уже как 222-й. две недели подключали, зеркала. Зеркала, кстати, оригинал тоже. А это не оригинал. Он был вообще в оригинале и нормальный, да? Да, да, да. То есть ты мог вообще ничего не переделывать, а просто был 221-й Пульман, да? А сейчас ты его, короче, начал переделывать и из-за этого он резко упал в цене, потому что он и не 221-й, и не 221-й, и вообще хрен по-бечу, да? Если бы он был 221-й, ну, G5 за 6 бы ушел и так. Ты его, короче, удешевил. Я его... Специально для нас. Я буду думать, что я просто очень круто побухал на эти деньги. Ладно, если мы это делаем, мы тебе обязательно покажем. Я не знаю, ты говоришь, сколько месяц здесь еще работы? Я считаю, 2 дня. Да? Как мы умеем. Зачем это? Только непонятно. Ну, я не знаю. Врики. Это сток? Да. Подожди, это сток, ну, там, вот это вот не должно вот этого быть. Да, вот этого не должно быть. Я так понимаю. То есть здесь должна быть прям дверь? Ну, если он в броне был, это чтобы отстреливать. Отстреливаться? Типа вот этого штука, чтобы это отстреливаться? Да, это маленькую дверь раскидывается и огонь. Огонь идет. Какой деть вообще? Во-первых, смотри, нам отдают охереть, так они рестовые, фонарито. Ой, это фары, фары рестовые. Это одна и вторая, да, где-то есть? Тут раздел с теликом. Здесь эта перегородка опускается. Это что, сами ее делали или как? Или она была уже? А, в 211-м была? Да, это типа самодельная, да? Нет, нет, это вот он, это по заводу он такой есть. Но это все вот как стояло, так и стоит. Это никто ничего не переделывал. Абсолютно. Нет, вот такой раздел у них с завода? Да, да, да. Нифига, это вообще ценный, ценный. Слушай, да я его это, я на нем ездить буду. Ну тут его грех плохо сделать, вам надо очень положить... Что-то я сейчас захотел его, я хотел его просто сделать из говной палок за два дня, а что-то, я что-то думаю, а может быть это, ну прям, круто его сделать. Жень, тут по идее, если ты еще сиденье перетянешь, как на 22-м, там карты дверные заморочатся, ну он вообще... Можно вообще на 223-м, у меня вот вэшки были как на 223-м, типа сиденья. Да-да-да-да. Руль что, мне вам дарить или не надо? Не, ну, если, конечно, нам желательно подарить. Нам дарят руль от 222-го, смотрите. Поставим. Прямо Санта-Клаус с подарками. Мне кажется, вообще офигенный вариант надо брать, вообще не мешкая, потому что таких вариантов не бывает. Они бывают раз, там, в 5 лет выпадают. Да и вообще, сейчас, вы знаете, так рынок растет, что если у вас возникает вопрос, типа покупать машину или покупать, лучше покупать. Вот я свои машины, дурак, все продал, в надежде, что я их продал на пике и типа я думал, что цены упадут. Нифига. Рынок как продолжал расти, так и растет. И если бы я не продал, я бы сейчас уже вот там Rolls-Royce какой-нибудь свой, я бы в 2 раза дороже продал. Я продал его за 28, а сейчас уже такой Rolls-Royce стоит 50. Короче, я говорю, лучше не мешкать. Если задумали покупать машину, покупать лучше сейчас. Если даже нет денег, я знаю, где их взять. Существует автокредит. И это нормальная тема, автокредит от Тинькофф-банка. Смотрите, у вас кредитный лимит до 8 миллионов рублей, это уже сразу под эту категорию подпадает очень много автомобилей. Вот даже вот моя Ешка, например, она подпадает в эту категорию. Вообще легко можно купить ее. Причем Тинькофф-банк, он не диктует вам о том, какую машину покупать. Вы сами выбираете любую тачку. И помимо того, что вы на нее можете кредит взять, вы еще остатки денег можете потратить на доработку этой машины, на зимнюю резину, на какой-то тюнинг и так далее, на страховку потратить можете. Не нужно никаких правок о доходах, ни поручителей, ничего. Просто нужен только паспорт. Также не нужно делать первоначальный износ, не нужно покупать каски, не нужно каких-то дополнительных услуг приобретать. Если хотите, банк за вас проверит машину по базам ГИБДД, ФНП, ФССП и другим банковским источникам. Ссылка будет в описании, переходите по ней и все условия по автокредиту вы там можете почитать. Все. Самое главное, что у него все хорошо по техничке, даже делали эндоскоп, задиров нет и это вообще плюс. По идее, короче, он может своим ходом уехать и если так получится, я бы сейчас на стяжке прям прикрутил и покатился бы на нем. Реально, с кайфом. О, все, пробуем. А что ты с этой стороны сел? Ты перепутал. А, тормоз надо нажать. Сейчас. Есть признаки жизни. Так выключишь-то, блядь. Машина стояла 5 месяцев, с полпинка вообще. Блин, сколько я радует, что техничкой не надо заниматься. Мотор работает, как часики. Сегодня должны были 8, сколько, 8 человек смотреть эту машину. Вы первые приехали, ура, мы успели ее урвать. Сейчас мы деньги отдадим уже, все, берем. Подкачиваем, поднимаем, едем, едем, едем. Сразу в Госдуму, считай, надо ехать. Просто сразу врываться. Не, я шучу, сначала восстановим. Потом врываемся. Потом врываемся просто так, с ноги. У меня есть пуль, ман. Что еще надо? Мне кажется, там реально не у каждого есть пуль, я прям уверен, там намного попроще ездить на машине. У меня будет пуль, ман. Ну что, неплохо, в принципе. Блин, меня колбай. Все, он открывается, закрывается, дождь. Проставки. Чтобы вот от 222 закрывался, от 221, вот приходится вот такие, да, это? Да не надо, тут нормально. Можно, короче, продавать такой кит-комплект, если что. Вон, видите, деревянный. А, он даже пытается закрываться. Не, наверное, все же вот так, да. Короче. Ну, он пытался. Сейчас, сколько там пробег? 100 тысяч. Нормально, 100 тысяч. Все, я поехал. Тебе не сюда надо было садиться. Ну, да, ну, пока я, я же пока его покупаю, ну, надо еще водителя под него нанять. Все это сделаем. Сейчас, давай, я отъезжаю. Это, мне кажется, какой-то нужный шпорт. Стой, стой, сейчас. Это не вводитель. Нет, это, это пневмо. Нет. Ну, я не знаю, откуда он. Он, видишь, сосет. Ну, ладно, засасим. Давно он тут стоял? Чего? Сколько? 6 месяцев стоял? А он первый раз завели его. Ничего себе. За 6 месяцев, первый раз, когда приехал, через 2 недели завели, она нам мешала, а теперь второй раз это, только что. Прикольно. Ну, то есть он живой? Да. Ладно, счастливого, спасибо. Для того, чтобы восстановить этот Мерседес, мы купили донора. Я тебе там донора. Блин, прикинь, сколько можно всего с него взять. Я говорю, у тебя, мне кажется, с размером какие-то проблемы, нет? Ну, у меня как раз нормально все, это у тебя какие-то проблемы с размером. Нет, у меня длиннее. мальчишки выросли и все равно продолжают мериться пи***ть. Да на метр, наверное, ну, где-то сантиметров 80. Вот так. Да. Раз. У меня, кстати, вот этот вот размах, он 19 сантиметров. Нет, даже интересно, при каких обстоятельствах ты к этому пришел? блядь, спалился. Вот так, раз, вот, типа 20, 20, ну, и тут, короче, где-то 60 сантиметров. Он будет выглядеть вот так, только длинный. Ну, я считаю, что на нем многие захотят ездить. Насколько могут быть еще более дешевыми понты? Вот это самые дешевые понты, за миллион пульман, это самые дешевые понты. Все, вот все, кто снимали ролики про понторезки, до свидания. Ничего лучше вы не найдете за такие деньги. Там, что-то все пошло не по плану. Что там? Что случилось? Они приступят. О-о-о-о! О-о-о! Вот оно! Приключение! За миллион! Что ты говоришь, сколько стоят понты? Так. 950. Что, по технически, да, немножко сложились трудности. А почему? Патрубок лопну. Патрубок? Ага, отсюда идти. Ну, надеюсь, что поменяем патрубок, и все будет хорошо. Так, ну все, теперь точно он своим ходом не поедет. Надо эвакуатор дать. патрубок. Вот он, лям. Спасибо. Вот он, лям. Пожалуйста, доделайте, катайтесь с Богом. Конечно, будем лучше. Все вот так надо делать. Товарищ Евгений Павлович, мы тогда приступим к толканию вашего автомобиля. Да-да-да, давайте-давайте. Спасибо. Я так привыкл жить одним с тобой, одним с тобой. Иди с тобой. Встречать рассвет, слышать, как протянешься не со мной. Не с тобой. Не стало так легко дышать в открытое окно. Встречным, говорят, ездил на ней, представляете? Да ладно. Да, за лям взяли. Не-не, это Жириновский реально на ней ездил. Не прикол. Серьезно? Да, это не шутка. Я нашел новую ноту, называется Ля, какая инфа. Женя, ты знал, что Жириновский на ней ездил? Это шутка. Нет, это не шутка. Серьезно? Это, напомню, это Владимир Вольфович на ней ездил. Это не шутка. Серьезно? Да. Блин, еще 5 лямов, блин. С тебя еще трюшки. А ты что не сказал? Я говорил, я сразу не сказал. Да, да. Не на бронированном он ездил, думаешь? Нет, на этом. Охренеть. Если это правда, то я вообще сейчас в ахере. Ну, типа, это реально дорого может стоить. Да, да, да. Прикольно. Он вообще кое-как поместился на эвакуатор, жопа торчит. Вообще кайф. Вот это колбаса, это лучшая колбаса вообще, которую мы покупали. Такая колбаса! Не, ну это, это круче. Это круче, чем Роллз. Потому что это оригинальная машина. Да, да. Это ампиленная машина была. Да. Надо ставить сплетни и ссоры, схему просто 12-й город. Я улетаю, жню кнопку повтора, я буду дать, но это не... Кортеджем едем же, да? Че? Кортеджем же едем. Как ты говоришь? Кортедж. А как правильно? Это как коттедж, в смысле, коттедж, картедж. Танцуй, танцуй, танцуй для меня, только для меня, танцуй для меня, только для меня, танцуй. Здорово! Мы нашли сервис по элитным тачкам. Расул. А ты че без маски-то? Да, все. Все уже? Надоело. Рассекретили тебя? Дышать трудно. Сбились ноги. Вот, вот так выглядит Расул, если кто не видел, на основном канале, вот. Вот, и так, лучшее выгляжу. Ну, что ты сейчас осматриваешь? Ну, потому что... Ну, зазор, да, неровный. Утоплено? Да, дверь утоплена, крыло выпирает, и здесь то же самое. Видишь, двери переделали, где-то вот здесь как-то они вот так сделали вот такими вот. Вот я не понимаю, почему так неровно вот здесь, да? Ну, они потому что подбивали просто молотком. Я не знаю, почему, ну, что-то под зазором здесь как-то все не так. Видишь, под багажник все же под зазором, странно. Короче, все же не было здесь перегородки, я думаю, изначально. Не было. А, ну вот оно все вареное, блядь. Максим, короче, который он нам продавал, он сам, наверное, этого не знал. Ну вот, вот эта перегородка, вон она, из профилей. Надо узнать, как было в оригинале. Может быть, наоборот, имеет смысл убрать перегородку вообще нафиг? Может быть. И будет дверь здесь черная. Есть прикол в этой машине с перегородкой, конечно. Да если ее снимать, это столько еще доделывать придется по салону. Да, да, да. Там вот это, прикинь, у тебя бороды нет. Я бы оставил, на самом деле. Потому что она вообще, там может быть телек даже работает. Там может быть все вообще подключить. Там вот сзади кишки телека видно. Да, конечно. На самом деле, если в эту тачку вложить миллионов 20, это будет вообще охренеть. Отдать ее в ту компанию, которая мне делала перегородку на Вэшку, ее сделать современной, поставить от 222-го сиденья. Это было и Ветон здесь было, да, такое перегородку? Да, да, вот такую вот. Вот. Телефон это что это? А, это... А, да, телефон прикинь. Mercedes-Benz. Mercedes-ка мобила. Алло, здравствуйте. Вы можете мои активы и мой мандат оставить в покое, пожалуйста, да. Че? Мандат. Этот мандат закреплен за мной. Понятно вам? Все, я еду на своем пульмане. Все. Уже полирует. Все. Цвет просто проверяем. Мы думали, что он серый, он просто затертый. Его полирнуть. Все, здесь не надо красить. Вау, какая тачка. Через неделю приезжаем, и у нас готовый пульман за 70 миллионов рублей. Продаем, ладно, за 60. Вот вам бизнес по-русски. Бабера, майба. Е-баня, я даже не представляю, когда это все соберется, ты понимаешь, что это за тачка вообще будет? Это же вообще охренеть. Аккуратно, Женя. Ой, блядь. Сознаюсь. Отполируется. Понятно, что сейчас вообще ничего не понятно, но если все выставить по зазорам, если это все собрать, если это все собрать, это будет в рот ебать. Мы колеса купили, майбах, вот эти вот тарелки вот любимые мои. Я вообще люблю эти виски. Это вообще будет все за тачка. О-о-о, какие красивые. Это, между прочим, не реплика, это оригинал. Майбаховские колеса. Просто смотри разницу. Вот, стояли. Смотри, по высоте. Или вот эти. Огромные. Я профессионально делаю? Практически полупрофессионально. Ну я полупрофессионал в том, что, блядь. Я просто в дыхательном пути не защищаю. Он под маленьким давлением. Блядь, я взял это на камеру один раз сделать и все. А это уже в твоем бушеве объясняется в комментариях. В комментариях объясняю, прямо сейчас. Я это взял, сделать просто на камеру и вот два раза пшикнул и все. Сейчас выставят меня это каким-то белоручкой. Я просто, честно, вот не люблю машины ковыряться. Вот есть люди, которые вот им дают только гараж, ключи и машину. Вот они прям могут целыми днями там ковыряться. Я вообще не понимаю, как я автоблогером стал, но это вообще не мое. У меня, знаешь, почему отращение? У меня в детстве отец постоянно ковырялся с тачкой. Там, двигатели перебирал, там, на шиши просто так вот такой огромный двигатель. Вот он его там каждый день укрутил, что-то там делал. И я ему постоянно помогал. Что-то, короче, какой-то вал надо было мне сверху так вот держать. А он там в яме был. Ну, я стою, такое держу. Что-то отвлекся, короче, отпустил этот вал. Ему прям по голове, я прикинь. Он его ругался вообще. А еще в детстве, ну, прям в самом детстве, там лет 7 было. Я думал раньше, что ключ сломать от машины, это вообще жесть какая-то. Я, короче, сидел, он мне показался каким-то неровным. Я его начал в другую сторону гнуть и сломал ключ. Вот. А отца, ну, еще 3 часа с работы его ждал. А ключ от машины сломал. Я сидел и все 3 часа плакал, короче. Ну, я знаешь, что? Ну, я успокаивался и потом снова начинал специально плакать. Я ждал, короче, когда он придет, чтобы я был пипец каким-то зареванным. А он пришел, он такой, да, вообще бросил. Он достает другой ключ, у него запасной есть. Пошел, сделал копию и все. А сколько тебе было? Ну, лет... 18. Лет 17? Лет 17 было. Мне, честно говоря, это нравится дома больше. Вот дом это хорошо. А что здесь дом делает? Я только сейчас обратил внимание. Ты мамой тоже занимаешься? Да. Сколько денег? Это по 700. Вот, каркас для дома. Нифига себе. Мне скоро такое понадобится. Есть еще дом на колесах, если надо, продадим. А я видел? Пойдем покажу. А вот здесь стоит. О, блин, крутой. Это же, он такой, прям классический такой, американский. О, офигенно, кабина прям, сиденье крутится, как в старых ретро домах, американских. Здесь вот, можно отдыхать, спать, смотри, мыться можно, и можно, истить. А какать? Нельзя. не, ну короче, он в таком плачевном состоянии, да? Это ваш? Ну, типа того. Что хотите сделать с ним? Ничего. Нет, ну это на продаже стоит. Ага. Здесь местный. ну понятно. Я не знаю, ты говоришь, сколько месяц здесь еще работы, я считаю, два дня. Да? Как мы умеем. Это было не просто смело, это было пиздец, как смело. О, я уже вижу, ёпт, вырос. Слушай, ну, сколько здесь? Метров 15? 15 метров вообще четко. Просто охренеть. Ни хрена себе, как колеса-то встали, вообще, вообще другая тачка стала. Ебать. Бля, я бы, отвечаю, я бы, знаешь, вот увидел бы в городе эту машину, я бы сказал, ну 50 миллионов минимум. Короче, я сейчас нашел оригинальные машины, сколько они стоят, я считаю, что это вот, да, у нас 221-й пульман, да, переобутый 222-й, но когда я нашел оригинальные 222-е, я офигел просто от цен, я понимаю, Сань, ну типа, мы купили в 40 раз дешевле от первой цены. Я вот на дроме нашел 4 объявления, смотрите, первый, 99 миллионов, вот, но здесь, конечно, он в броне, класс брони какой-то, видите, броня, гвард, ВР9, следующая цена, 61 миллион, тоже новый, 87 километров, 39,999, и еще один есть, тоже 39,999, короче, первая цена на 222-й пульман, 40 миллионов рублей, и вот, делайте выводы, кстати, эту тачку мы тоже купили на дроме, она была единственная там, знаете, как это получилось, просто, я пользуюсь подписками, когда машина выпадает, я сразу вижу, первый приезжаю, поэтому мы первые приехали и забрали эту машину, а все остальные уже позже нас приезжали, они не смогли купить ее, а клиентов было очень много, ажиотаж был на эту тачку, вот сейчас через 15 секунд вы уже увидите нашу тачку, и вот посмотрите на эту машину, и сейчас увидите нашу, и вы попробуете найти 10 отличий, они есть, но так вот не очевидно, в общем, за лучшими тачками, за выгодными тачками, за эксклюзивными машинами, да вообще за любыми автомобилями, идите на дром, ссылка будет закреплена на комментарии, все, а сейчас вы увидите вот это, ну, держитесь, не упадите со стула, все, готовы? раз, два, три, пульман! За миллион рублей! Субтитры сделал DimaTorzok Владелец говорит, ну это, Жень, не пихай пульман в этот контейнер, продай его мне обратно, что-то он мне как память дорог, я просто ему показал, что получилось, и он вообще в ахере, типа он говорит, как такое у вас вообще возможно? Теперь у нас есть тачка, которая внешне выглядит на 99 миллионов рублей, блин, у нас теперь уже, ну вообще уже можно сказать, что было все, и роллс-ройсы, и пульманы, ну вот, что еще покупать уже? Уже закрыты все гештальты, просто напишите, ну напишите в комментариях, ну как вам? тысяч, наверное, 300 ушло на колеса, на морду, на все, ну вот какие-то там мелочи, и сейчас мы спросим у Расула, сколько? Расула, сколько? Ребонт, две курицы грилей, четыре натуральных сока, две курицы грилей, четыре натуральных сока, но он, конечно, такой скромняга, и всегда так шутит, но вот, однозначно, мы оплатим все это дело, и, ну, в общем, тачка, я считаю, где-то обойдется нам в полтораску, я считаю, что это охренеть как дешево, это не какой-то там собранный лимузин из двух, трех разных машин, это настоящий пульман, да, он был 221-й, неважно, но он теперь переобудут, 222-й, он по документам оригинальный, там, короче, написано XXL, типа, размер, это, такие вот обманки, но посмотрите, как круто с этими вот глушилками смотрится, это антенны просто для телека, ну, типа, да, это антенны для телека, но, знаете, как говорят, не быть оказаться, эта тачка, вот эта вот как раз, не быть оказаться, вот, ну, казаться так, я не знаю, это вот, многие же снимают про понторецкий, я не знаю, лучше понторецкий, ну, просто не существует, знаете, можно сейчас взять и объявить просто челлендж среди блогеров на ютубе, где угодно. Вот попробуйте найти за миллион-полтора понторезку, которая будет круче, чем вот эта. Это невозможно. Я считаю, что этот челлендж мы победили на несколько лет вперед. Понимаете? Невозможно за такие деньги получить вот такие понты. Куда еще понтовее? Полтора миллиона рублей. Итак, драматическая дуэль подходит к завершению. Последняя информация из счетной комиссии поступила несколько минут назад. Окончательный подсчет выявил, что Дубровский получил большинство голосов избирателей. Таким образом, депутатом Государственной Думы стал Евгений Дубровский. Ну что, друзья? Я считаю, что мы выполнили задачу. Мы создали самый дешевый и самый крутой кортеж. Да, конечно, гелик не мой, но зачем покупать, когда можно просто взять у друга? Так и Пульман можно было взять. Пульман, у меня уже не такие друзья с Пульманом, понимаешь? Вот что проблема. Жирно? Ну да. Типа ты понимаешь, что лучше не связываться. Ты к этому так относишься в любом случае. А что дороже выглядит? Гелик или Пульман? Ну как будто Пульман. Прикинь? Прикинь. Гелик там типа от 15 миллионов и Пульман за полтора. Кстати, без гелика бы не так выглядело. Это когда ты покупаешь себе какие-нибудь паленые роликсы, но вылезаешь из нового гелика. Никто в жизни не подумает, что у тебя паленые роликсы. Ну или так машины продают, допустим, перекупы. Они фоткают машину в каком-нибудь дорогом поселке и кажется, что все кипят. Все, кортеж у меня есть. И что обычно делают люди на таких кортежах? Скорее всего, они помогают другим людям. И под эту помощь выделяется определенный бюджет. И уже, конечно же, он должен лететь ко мне. И этот бюджет, разумеется, нам нужно освоить. И если до этого много было стеба разного, и мы шутили и прикалывались, то вот сейчас серьезно. Вчера мне звонит один парень. Он работает редактором на новостном телеграм-канале Мэш. Может быть, слышали. И предлагает вписаться в одну тему. Предварительно он мне рассказывает историю. Как 72-летний дедушка из Щелково помог школьнику. Ситуация была такая, что дедушка стоит и ковыряет свою аку. И неподалеку у школьника 35-летний мужик забирает телефон и начинает убегать. Когда я смотрел это видео, у меня даже как-то, знаете, слезы просто пили. Мне так что-то жалко стало парня, потому что у меня у самого есть сын. И я, наверное, представил, что если бы это мой сын был, ну, вообще просто жесть. Дедушка это все видит и не растерялся. Берет, ставит подсечку этому 35-летнему мужику. Вот так вот его зажал. Отдали школьнику телефон. Все. Просто я считаю, что он совершил героический поступок. Дальше всю эту тему подхватили, и все захотели дедушке помочь. И ребята из Мэша нам предлагают, не хотите ли вы за свой счет как-то прокачать эту аку, восстановить ее. Мы подумали, а что, расскажем офигенную историю, которая смотивирует всех вас и заставит задуматься вообще, как нужно поступать вот в таких ситуациях. И при этом мы дедушке сохраним ту машину, которую он действительно хочет. Потому что, ну, первая мысль у меня была, так может быть ему купить какую-то иномарку нормальную, хорошую, он будет на ней ездить, про проблемы не знать. Но мне ребята сказали, что ему нужна конкретно АК и конкретно эта АК. Никакая другая его тоже не устроит. Потому что он на ней там очень долгое время ездит. Это Евгений. Меня зовут Евгений, да. Очень приятно. И мне тоже приятно. А вас зовут Михаил Иклевич. Очень приятно с вами познакомиться. Мы хотели как-то сделать, наверное, приятно вам. Знаем, что вот эта машина вам дорога. А у нас канал как раз про машины. И подумали, почему бы нет. Может быть, как-то ее восстановить в идеальном состоянии. Так это уже раритет становится. Я бы только был за. Ну все, мы тогда это сделаем без проблем. Вы знаете, пенсия не очень большая. А эта машинка очень мало кушает. Ну много на ней проехали, да? Проехал мало, потому что обычно по городу за продуктами, магазин, за запчастями. Может быть, вы как-то ее называете? Как-то любя вы ее там? Акушка. 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 Больше никак. В пожилом возрасте привычки, это уже становится второй натурой. И человека уже не переделать. Поэтому вот привык я к ней, присох. И я говорю, вот у меня бывший начальник по работе. Чего тебе идите иномарку не купить? Я говорю, мне не надо иномарку. Не нужно. Во-первых, я ее не смогу содержать. Ну вы сами чините своими руками. Во-вторых, я с ней могу сделать все, что я хочу. А вот когда эта ситуация произошла, вот здесь что чинили? Радиатор снят сейчас. А, радиатора нет. Да. Так к машине проблем-то, в общем-то. Нету, да? Рабочая машинка, рабочая. Выручает хорошо. И причем каждый раз под боком. Легко. Милиция не цепляется. Видит, едет дедок. И машинка, как говорится, нет самая. Потом поставить везде можно. Она мало требует места. Ну и плюс новые машины. На них ничего не погрузишь, ничего нет самая. Понимаете? Ну да, здесь у вас вон рейлинг стоят. Ну да, да, видите как. Багажник приделали. Вы знаете, сколько мне раз предлагали ее продать? Не продавали, да? Нет. Ну она очень ценна, в общем, вам. Именно конкретно вот эта машина, правильно? Да, да, да. Все. Стареет месяц со мной. Насчет старости, конечно, я удивлен. Как вам 72 года? Да. Как вы это сделаете? Я вообще не понимаю. Просто молча. Ну это говорит о том, что вы хороший человек. Ну это норма должна быть. Да, да, да. Вот хочется как-то как раз этим роликом донести до людей, что совершаете такие поступки. Если видите кто-то в беде, я думаю, что ну... Ну нужно, конечно, оценивать все равно. А вдруг там у человека нож или пистолет. Ну такое тоже может быть. Я же прикинул свои силы и прочее. Я же не просто без головы рванул. Силы. Я удивлен. Понимаете? Если бы, допустим, человек бежал топором размахивал, я бы, наверное, другие меры принял. Ну, наверное, взяли бы какой-нибудь там, не знаю, радиатор и по пушке... Так вот о том и разговор. И самое главное, если будут готовы помогать все, это другой вопрос. Если будут вот так вот все помогать, то такого просто не будет происходить. Никто так не будет на улицах отбирать телефон у школьника и убегать. Я когда был вчера, заполнял документы у следователя, она сказала, ну тоже, я говорю, ну надо же, такой резонанс никак не ожидал. Она говорит, вы знаете, сравнительно недавно, говорит, из этой же школы девочка шла, за ней увязался мужик. И, короче, он ее потом начал в квартиру затаскивать. Она умудрилась очень сильно ударить ногой, когда брыкалась по двери там соседей и прочее. По-моему, он ее изнасиловал, насколько я понимаю. Вот. И когда у хозяина спросили, а что вы, как говорится, не приняли ничего? А я, говорит, вышел, посмотрел и ушел. Назад вернулся. Вот тебе, пожалуйста, отношения. Ну, классный мужик. Спасибо. А у вас есть хобби какое-то? Хобби вот. Еще, да? Ковыряюсь, да. Ну, читать люблю. Вообще-то, вы знаете, и купил нагрудную камеру, там, чтобы снимать, ходить, там много чего. А, интересно. И предпринимателю бывшим когда-то. Есть идеи, как деньги помочь пенсионерам заработать. Вот с общиной пообщался, и, в общем-то, это все реально, реально сделать. Потому что пенсионеры, так же, как и дети, в общем-то, самые незащищенные, так сказать, слои населения. Денег всем не хватает. Активный человек. Да. Это тоже респект. И, кстати говоря, с инвалидом я уже тоже встречался. Тоже есть у нас идеи. Помочь заработать именно на жизнь. И, ну, людей как-то немножко поднять. Активирование. Поднять, да. Потому что сейчас все умирают поодиночке. Вот в чем, беда-то какая. Если вы не против, она, а, сейчас она не на ходу. Мы тогда вызываем эвакуатор, да? Да я бы хотел бы сначала, хотя бы дня два-три дать, чтобы я изнутри вот это лишнее все выбросил. А может быть мы вам аккуратненько это все соберем в какой-нибудь ящик и привезем отдельно вам. А вы там уже сами разберетесь, что вам нужно, что не нужно. Да мне хотел бы еще радиатор на место поставить. Так мы бы все сделали бы. А если у вас есть новый, можете вон, закинуть его в машину, мы ее поставим. Ну, вы знаете, давайте я все-таки сначала вычищу все это хозяйство. Мне просто как-то нехорошо, когда вот со всем этим, там, инструменты и прочее. Вы знаете, у меня так 50 на 50. И вроде хочется, чтобы она, кто-то мне ее сделал там за бесплатно, тем более. А вроде и сам могу, ну, правда, долго. Ну, сам выживете ее красить, там. Вообще, на самом деле, мы бы там и все-все бы там капот поменяли, пороги бы сделали. Вот это все. А покрасили, она была бы вообще конфеткой. Тут видите, нюанс какой. Пороги-пороги-то, но я вот сейчас тоже материал собираю, но сейчас уже профиль ставят. Понимаете? А профиль наваривают эти вместо порогов. Чуть-чуть она тяжелее становится, зато потом на годы забываешь об этих порогах. У вас дача есть или что? Да. Ну, на даче, в общем, на ней, да, ездите? Сейчас пока. Ну, эти, какой-то инструменты там. Ну, вот я и говорю, что я хочу все это убрать и, как говорится, чтобы не мешало ничего. Ну, да, я понял. Может быть, даже что-то придумать такое для хранения, может быть, что-то там смотреть, в общем. Да там особо ничего не придумаешь. Дело в том, что у меня тут такой, типа, короба есть, я еще на него ставлю. Прицепт, это тоже мой. А, прицеп. Да, фаркоп стоит. То есть, есть у него в тех условиях, что у нас с прицепом работает. Дикольно было бы в один цвет покрасить прицеп и машину, знаешь, так, чтобы это общий стиль был. Да, как будто нам прицеп тоже нужен. Мы тогда до завтра, да? Давайте до завтра, да. А я сегодня прямо приступлю это самое. Хорошо, все, спасибо большое. Может быть, я сейчас... Да, вам можно руку жать в себя. Мы не будем больше нас мучить, морозить. Все, до свидания. Да, прохладненько немножко. До свидания. Прохладненько. Удачи и здоровья. Так, ну что, дедушка все же решился. Поверил нам и отдал все-таки Аку на прокачку. Я очень рад этому. Он опасался. Он нас первый раз в жизни видит. Какие-то парни приехали, что-то хотят. Будет все вообще четко. Вы сейчас офигеете. Ака. Ака? Ака. Че тут спалил-то? Такая тачка. Ё-моё, это че, зачем? Здесь? Ты добидаешься, ты мне совсем недавно показывал видос. У меня какой-нибудь движок от R1 или че? Помнишь? R1. Че-то было. Какая-то заряженная Ака. Это она? Там еще дедушка. А, да ладно, это она. Это да. Не понимаю. Это то, что дедушка этого вора поймал, кто ребенка телефон украл, которому подножку потом отпиздил. Ааа. Это его Ака. Да ладно. Да, да, да. Ничего себе. Ну вот мы, короче, вписались восстановить ее просто. Ну, он любит эту машину, и вот мы подумали, что прикольно было бы ее восстановить. Прикольно. До этого это был просто какой-то кусок говна, а теперь это замечательная машина, замечательное дело нужное. Мало кто знает, но у меня есть такая Ака. И она у меня в пользовании, она у меня во владении уже лет 7-8. Да, она во Владикавказе стоит, это вторая моя машина была. Мне ее дедушка подарил. А что нужно, просто прям по максимуму? Короче, сестры, мои деньги, ваши знания, умения, вот. Но тут не надо так вот, как кувалдина. Тут, короче, надо вот подход такой, чтобы прям вот хорошо. Вот каждую штучку надо прям вот обновить. Ну, короче, я думаю, что она должна быть в стоке, но типа вот как новая практически. Вот. Ну что, вот так я решил распорядиться моим чемоданом. Как бы вы им распорядились? Напишите в комментариях. Правильно я делаю или нет? Так, у нас все, деньги переданы, машина есть. Дальше, на мастерской Синдиката скоро выйдет ролик, как они полностью восстановят эту тачку и мы вручим ее вместе дедушке, вот. Вместе? Все вместе поедем и вручим. Круто. Вот, и будет круто. Ну, на это нужно, они сказали, недели, наверное, две на ремонт, минимум, может быть, три. Ну и на монтаж ролика. Ну, короче, через месяц примерно этот ролик ждите. Итак, вывод этого экспериментального ролика. Если вам нужна машина, идите на дром. Ссылка будет закрылена в комментарии. А если у вас есть возможность кому-то помочь, сделайте это. И мир будет добрее. Все. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. Всем пока.